Привет, с вами Каск. В этом ролике я расскажу как можно очень быстро, буквально в парочку кликов, оптимизировать вашу систему. А если быть точным, накатить сборку ReviOS, которая накатывается уже совсем по-другому. Не нужно качать сборку, делать установочную флешку и всё заново перенастраивать. Просто качаем небольшой файлик с гитхаба, который сделает всю настройку системы вместо вас. Это и правда очень просто, я уже успел потестить. Почему я собственно задумался об этом, потому что 11 винда, помимо того, что она забагованная, так ещё и бывают моменты редко, но зато метко, когда начинаются странные подтормаживания. К тому же, снизить нагрузку на оперативную память и процессор. Может быть вы знали, а может и нет, на Windows 11 более 230 фоновых приложений. Можете прямо сейчас запустить диспетчер задач и посмотреть. В то время как на Windows 10 их от 40 до 65. А благодаря RevyOS мы понижаем фоновые приложения до 130 штук. Это же касается и Windows 10 и LTSC. Да, вы всё правильно поняли. Работает как на 10, так и на Windows 11. Если будут любые вопросы, что именно делает RevyOS, что отключает, настраивает и так далее, ссылочка на официальный сайт будет в описании. Там же можно найти и их дискорд. Готовьте ваши ручки, ну а мы полетели. Первое, что нам нужно решить, как именно мы будем накатывать RevyOS. На нынешнюю систему, которая у вас сейчас стоит или на новую. Если будете начинать всё с нуля, на официальном сайте RevyOS можно загрузить ISO образ 10 или Windows 11. Причём даже LTSC. Просто нажимаете скачать, ждёте пару секунд и у вас пойдёт загрузка. Далее с помощью любой программки, допустим тот же самый Rufus, делаете загрузочную флешку. И устанавливаете винду, как и делали до этого, всё по умолчанию. В чём плюс скачать новую версию Windows 11 именно на сайте RevyOS. Так как они свой ISO образ каждый раз обновляют. То есть, вышло обновление от майков и не все эти изменения добавили уже в новый ISO образ. Не нужно после установки винды тратить кучу времени на обновления. Далее способ накатки RevyOS становится идентичным. Заходим на сайт RevyOS, снизу нажимаем на Install Guide. И тут нас ждёт краткое руководство, как всё это установить. В будущем обновить и наши дальнейшие шаги после установки RevyOS. Начнём по порядку. Нажимаем на загрузить мастер AME и последнюю версию RevyOS Playbook. С помощью этого плейбука будем обновлять нашу сборку. Снизу где ассеты нажимаем на RevyPB. Плейбук загрузили. Переходим на следующий сайт, это мастер AME. Нажимаем на Download Beta. Перед запуском нужно отключить Windows Defender. Снизу справа нажимаем на эту стрелочку. Два раза LKM на защитника винды. Далее защита от вирусов и угроз. Управление настройками. И все эти галочки нужно убрать. Теперь запускаем AME Wizard Beta. Плейбук можем перенести прямо в программу. Либо нажать и указать путь. Если всё правильно сделали, у нас здесь будет написано RevyOS. Нажимаем Next. Можете выбрать браузер по умолчанию, если это нужно. И снова нажимаем Next. Теперь ждём от 5 до 30 минут. Всё зависит от вашего HDD или SSD диска. После всех необходимых настроек, ваша система сама уйдёт в ребут. Поздравляю! Основную работу мы уже сделали. Много лишнего как удалилось, так и отключилось. После включения ПК, скорее всего сбросится время, а иногда и регион. В настройках всё это меняете и в панели Пуск отключаете лишнее. На рабочем столе должна появиться программа Revision Tool. Запускаем от имени администратора. В ней мы можем уже сделать чисто небольшие настройки. На вкладке Security, отключить либо включить Windows Defender. Аккаунт контроль. Штука хорошая, включаем. Далее всё по желанию. Переходим на Usability. Здесь мы уже можем отключить уведомления, персонализацию, капслок и свайп. Если Windows 11, то переходим на эту вкладочку и решаем. Оставляем контекстное меню или отключаем. И возвращаем как на Windows 10. Performance. Я тут ничего не трогал, кроме Super Fetch. Если у вас система стоит на HDD, оставляем включённым. Если на SSD, тогда отключаем. Windows Updates. По умолчанию обновления у нас отключены. Но если вы вдруг захотите обновить Windows, допустим, как планирую делать я. Раз в месяц галочки убираем, обновляем систему, перезагружаем ПК и снова галочки включаем. На последней вкладке Miss кто-то там, я оставил всё по умолчанию. MS Store, Retail, на вкладке Settings, можете поставить галочку на Show Experimental Tweaks. И у нас появятся новые настройки на вкладках, которые мы уже пролистали. Те, кто соображают, можете почитать и решить, включить или отключить. Я лично оставил по умолчанию. Вуаля, настройки все сделали. После этого можете смело качать мой архивчик оптимизации Байкаска и, так сказать, дооптимизировать винду до конца. Настроить видеокарту, отключить ненужные твики и активировать файлы реестра, которые будут задавать приоритеты для процессов. Ссылочку на видеогайд по архиву я оставлю в описании, а также в правом верхнем углу. Как-то так. Если ролик показался полезным, буду благодарен за большие пальцы вверх и подписку на канал. Как говорится, до скорых встреч.